Глава администрации Русского муниципального района Максим Викторович Тарханов Добрый день уважаемые жители Русского муниципального района, уважаемые депутаты, советов депутатов района и поселений. Сегодня ровно два года как и назначена должность главы района администрации. И согласно уставу наступило время отчета за 2015 год, чтобы каждый житель района знал о наших результатах, наших планах и приоритетах действий. Я хочу напомнить о тех стратегических задачах, которые мы ставили перед собой в начале 2015 года. Они показывают на слайде. Это создать не менее трех производственных предприятий, создать 500 рабочих мест, ввести в оборот тысячи гектаров земель сельхозназначения, не используемых по назначению, сократить дефицит квалифицированных медицинских кадров, провести капитальный ремонт Тюшковской школы 1, снизить задолженность за энергоресурсы, запустить новую газовую котельную в поселке Беляна гора, расселить 101 жителя из аварийных домов, открыть офис МФЦ в Тюшково. Могу доложить, что все эти задачи решены. Сразу хочу сказать, что 2015 год для нас выдался непростым. И вы знаете, что наша страна столкнулась с серьезными экономическими вызовами, что, конечно же, отразилось и на экономике нашего района, на исполнении бюджета и скорректировал наши планы. Кроме того, на районный уровень были приняты полномочия от наших поселений, в вопросах ЖПХ, дорожной деятельности, организации сбора мусора и других. Напомню, что 28 января, вы это видели, в правительстве состоялась программа на обращение нашего губернатора Андреевича Воробьева «Стратегия перемен», где были обозначены приоритетные направления действий во всех сферах. И основная задача сделать Московскую область, значит и наш район, лидером по всем направлениям. Это, конечно же, требует от нашей команды работать еще более динамично, и в стремительном формате с максимальной отдачей. Уважаемые жители, в 2015 году наша работа, как и ранее, была направлена на исполнение целевых указов президента Российской Федерации и показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных губернатором Московской области Андреевичем Воробьевым. Главным достижением года стало то, что по итогам 2015 года и совокупного областного рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления наш русский район занял 19-е место среди всех 63-х муниципальных образований. Поднявшись из красной зоны, это стало возможным благодаря совместной слаженной работе администрации района, главы администрации поселений, депутатского корпуса, нашей общественности, бизнес-сообщества и, конечно же, наших жителей. Не секрет, что трамплином для всех начинаний является экономика, и поэтому как и ранее, так и в будущем, работа с предприятиями, организациями, малым и средним бизнесом, инвесторами для нас будет приоритетной. В 2015 году объем отгруженных товаров, работ услуг предприятий и организаций нашего района составил более 101 миллиарда рублей с темпом роста 88%. Это ниже, чем уровень 2014 года, и при этом темп роста в Московской области составил 102%. Хочу сказать, что снижение темпа роста связано с уменьшением объема отгрузки товаров на нашем стратегическом предприятии завод LG и его вспомогательных производств. Доля завода LG в экономике нашего района составляет 70%. Тем не менее, отрадно, что в сфере поддержки, в сфере малого и среднего предпринимательства у нас окончается стабильный рост. И за 2015 год количество субъектов малого предпринимательства увеличилось на 383 субъекта. В 2014 году 286 субъектов прибавлялось. И доля оборота субъектов малого предпринимательства в экономике района за год увеличилось с 17% до 23%. Средняя по области цифра 21%. По налоговым поступлениям в местный бюджет от субъектов малого предпринимательства сумма составила 135 миллионов рублей, что на 11 миллионов или 9% выше, чем в 2014 году. Достижением 2015 года считаю реальное открытие и запуск производственной деятельности семи малых промышленных предприятий и созданием на них 200 рабочих мест. Еще два промышленных предприятия созданы и запускаются в текущем году. Вы их можете видеть на слайде. Я назову это. Лаборатория промышленных технологий производства тротуарной плитки, профэкопроизводства пластиковых окон, АВК-проект производства железобетонных плит, Чистая жизнь, производство установки по обезвреживанию твердых бытовых отходов, АТЛАН, добыча нерудных материалов, Тихая гавань, деревообрабатывающий завод, МОС-РУ, производство деревянных строительных конструкций. Хочу сказать, что первые четыре предприятия у нас стали резидентами промышленного технопарка, промышленный квартал «Металя», который мы всячески поддерживаем. Хочу напомнить, что это 125 гектар земли с подведенными коммуникациями. И если в 2014 году там было четыре предприятия, то в 2019 уже восемь. Поэтому за активную работу в данном направлении выражаю благодарность своему заместителю Дмитрию Николаевичу Денисову и его службам. Работа по открытию новых предприятий в производственной направленности должна быть усилена и продолжена в текущем году. Наш экономический блок во главе с Еленой Александровной Бавиловой, моим заместителем Шведовым Дмитрием Викторовичем, в 2015 году на системной основе продолжил мероприятие по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках государственных и муниципальных программ заключено 12 соглашений, в результате которых были выделены субсидии на сумму более 8 миллионов рублей. Хочу также доложить, что по предложению секретарей первичных отделений партии «Единая Россия» нашего местного отделения, я принял решение на системной основе проводить неоткрытых дверей для бизнеса каждый вторник и четверг в 4 часа, когда любой предприниматель, руководитель организации может прийти с проблемой или вопросом без предварительной записи, и мы ставим задачу максимально оказать помощь. Вот уже состоялось 7 подобных встреч. Коллеги, вы знаете, что русский район традиционно является сельскохозяйственным, поэтому не могу не уделить этому внимания. Еще 10 лет назад почти половину продуктов питания мы закупали за рубежом и зависели от импорта. И наш президент, вы это слышали, Владимир Путин поставил задачу 2020 году полностью обеспечить российский рынок продуктами отечественного производства. Поэтому развитие агропромышленного комплекса района для нас также является приоритетной задачей. Могу доложить, что в целом 2015 год нам удалось сохранить положительную тенденцию развития сельскохозяйственной отрасли. Так, в прошлом году было произведено более 10 тысяч тонн зерновых. Темп просто к уровню 2014 года 104%. И район занимает 13 место в области по данному показателю. Валовый сбор картофеля составил более 9 тысяч тонн, что в 1,7 раза больше, чем в 2014 году. И здесь мы занимаем 6 место в области. К сожалению, в 2015 году в отрасли молочного животноводства наблюдается общее снижение. И это не стало исключением для нас. Сельхоз с товаропроизводителями нашего района произвел около 21 тысяч тонн молока. Это 86,5% к уровню прошлого года. Тем не менее, район здесь сохранил лидерские позиции в области и занимает 10 место. Снижение объемов производства молока я связываю с тем, что наш флагман отрасли агрохолдинг «Русское молоко» в 2015 году столкнулся с трудностями в доступе к кредитным ресурсам. Поэтому поддержка агрохолдинга во всех направлениях его деятельности для нас остается стратегической и приоритетной задачей. И я поручаю своему заместителю Дмитрию Викторовичу Шведову в текущем году активнее проводить данную работу. В прошлом году в рамках госпрограммы сельское хозяйство Подмосковья сельскостоваропроизводителей района при нашей помощи получили господдержку в сумме более 70 миллионов рублей, а 10 фермеров получили тоже поддержку в пределах 9 миллионов рублей на поддержку молочного животного острова и на развитие фермерских хозяйств. Два наших фермера – это Наталья Николаевна Петрова Слободская долина – это Наталья Николаевна Петрова, они оба расположены в сельском поселении Волковска, получили гранты в сумме около 7 миллионов рублей. Вообще поддержка фермеров, фермерского движения, фермеров района для нас является приоритетной также задачей, и здесь мы являемся одним из лидеров Московской области. Количество фермерских хозяйств в 2015 году увеличилось с 34 до 50. И в прошлом году, тоже при нашей поддержке, создан сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Русская Десятина», который объединяет 7 фермеров, и кооператив осуществляет полный цикл от производства до сбыта. Сегодня в районе реализуются два инвестиционных проекта в области сельского хозяйства. Это строительство фермы «Птичий базар», фермер «Волынский» в сельском поселении Ивановское и строительство животноводческой фермы на 50 голов крупно-рогатого скота в фермерских хозяйствах «ГЕРО» в старорусско-сельском поселении. В этом году мы ставим себе задачу реализовать еще 5 инвестиционных проектов, вы их видите на слайде, это дополнительно 80 рабочих мест. Поручаю своему заместителю Дмитрию Николаевичу Денисову персонально сопровождать данные проекты и сделать это одной из их персональных задач в 2016 году. В прошлом году нами в сельском обороте введено 980 гектар неиспользуемых земель. И при этом, соответственно, доля использования пашни в общей площади пашни района составляет 90,2%. В 2014 году это будет показатель 89%. Эта работа нами будет продолжена. Уважаемые жители, в исполнении поручения нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, при этом направлении в деятельности в 2016 году для нас останется создание благоприятных условий для инвестиционного развития, реализации инвестпроектов, поддержки инвесторов и ликвидации бюрократических процедур и барьеров. Для решения этих задач, я напомню, мы в 2014 году создали инвестиционный совет, а в 2015 году зарегистрировали торгово-промышленную палату района. По результатам работы инвестсовета в 2015 году рассмотрено около 40 проектов, 25 из которых одобрены к реализации. Могу доложить, что по предварительной оценке объем инвестиций предприятий района в 2015 году составил около 13 миллиардов рублей, при плане 8 миллиардов. Темп роста 158%, а по области темп роста 106%. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в прошлом году составил 4,3 миллиарда рублей, темп роста в уровне 2014 года 180%. В Московской области темп 94,4%. По темпам роста инвестиций наш район занимает шестое место среди всех муниципальных районов Московской области. Я проинформирую, что основная инвестиция приходится на флагман наш, это завод LG, который вел эксплуатацию в корпус ЦЭП, по спад готовой продукции, а также зал Московской кофейни на паях, которая освоила новую технологию в прошлом году по выпуску сублимированного цикория, уникальный продукт, который производится только в нашем районе. Также на Московской кофейни на паях освоен выпуск новых видов продукции, производство кофе, капсул для кофе, машин, какао, и общий объем инвестиций предприятиям в прошлом году составил около 2,5 миллионов евро. Считаю, что в 2016 году одной из наших стратегических задач нашего инвестиционного блока должно стать перевод производства комплектующих для завода LG из Южной Кореи в русский район. Для информации, сегодня из 56 поставщиков завода 18 находятся за рубежом. И вот предварительная договоренность с президентом завода, господином Лидом Ханом, о начале данной работы у меня достигнула. Итогом всей работы инвестиционного экономического блока в 2015 году стало то, что на предприятиях и организациях района, включая индивидуальных предпринимателей, создано 925 рабочих мест, что в два раза выше прогнозного показателя. В 2014 году это было 501 рабочих мест. Поэтому я считаю, мы не должны останавливаться на достигнутом, а усиливать данное направление работы. Дорогие коллеги, вы знаете, что все, что мы заработаем, мы можем тратить в условиях бюджетного законодательства, поэтому важным направлением нашей работы является формирование и исполнение бюджета района. Вот в непростых экономических условиях налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета русского района без учета дотаций составили 1 миллиард 379 миллионов рублей, что больше уровня 2014 года на 56 миллионов или на 4,3%. В целом исполнение районного бюджета в 2015 году составило по доходам 1 миллиард 949 миллионов рублей или 95%, по расходам 1 миллиард 957 миллионов рублей или 93,5%. Это ниже, чем уровень исполнения в 2013 году. Хочу сказать, что выполнив, даже перевыполнив план по налоговым доходам 106% или 482 миллиона рублей, мы не выполнили задачу получения неналоговых доходов, собрав 373 миллиона или 75%. И в этом я вижу, прежде всего, объективные экономические причины. Тем не менее, хочу доложить, что в 2015 году показатели поступлений доходов в консолидированный бюджет района от аренды за землю в абсолютном выражении по сравнению с 2014 годом выросли на 12 миллионов рублей и составили более 152 миллионов. В результате работы МВК района по мобилизации доходов в 2015 году во все уровни бюджета поступило более 155 миллионов, что на 74 миллиона выше уровня 2014 года. Я благодарен всем, что первому заместителю Алексею Владимировичу Игнатькову и его службам. И одновременно поручаю не избавлять темп, сделать приоритетным направлением в работе проведения земельных аукционов и взыскания арендных платежей. Уважаемые коллеги, также хочу сказать, что важным достижением прошлого года является то, что мы добились централизации всех закупок районов, включая поселений, в рамках 44-го закона. И это, кстати, не везде практикуется, пока еще не во всех районах. В результате такой работы нами были сэкономлены бюджетные средства в сумме более 35 миллионов рублей за счет снижения начальной цены контрактов. И снижение составляло в среднем экономия около более 17%. Также мы системно снижаем долговую нагрузку на районный бюджет. Размер муниципального долга на конец 2015 года составил 241 миллион рублей, что ниже уровня 14 на 21 миллион. И вот хочу выразить благодарность начальнику финансового управления Ирине Викторовне Кушнеру за профессиональное и бережное управление муниципальными финансами. На 2016 год бюджет района является сбалансированным и без дефицитов. В объеме по доходам и расходам 1 миллиард 916 миллионов рублей. Мы эту цифру планируем скорректировать в сторону увеличения. И при этом по собственным доходам бюджет 2016-го составляет 941 миллион, что на 90 миллионов или около 10% выше уровня 2015-го года. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, наш бюджет остается социально ориентированным, и мы планируем все бюджетные средства потратить на выполнение обязательств социальных перед нашими жителями. В своем выступлении наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев отметил, что наибольшее количество обращений, поступающих от жителей, касается здравоохранения. И несмотря на передачу полномочий по здравоохранению на областной уровень, работа в этом направлении для нас является приоритетной задачей. Хочу проинформировать, что в 2015 году в Русском районе на 3,6% увеличилась рождаемость. В том числе выросло количество семей, имеющих трех и более детей, что нас не может не радовать. На 15% при этом снизилась смертность, в том числе младенческая, а также от туберкулеза и болезней системы кровообращения. Снижение смертности от болезни кровообращения способствовало, благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, открытие сосудистого отделения в Тучковской районной больнице. Следуя новым стандартам в сфере здравоохранения, мы внедряем в наших районах поликлиника и больницах систему электронной регистратуры с электронными картами и открытой регистратуры. Это значит, что в прошлое уйдут длинные очереди за получением амбулаторной карты, и все пациенты смогут записываться на прием к доктору с помощью информатов, установленных в поликлинике или интернета прямо из дома. Прежние регистратуры будут закрыты, переоборудованы в картохранилище. При этом врач будет носить свои записи в электронную карту и выдавать электронный рецепт, который можно уже реализовать тут же в государственных аптеках. И в прошлом году две подобные аптеки были открыты в поликлиниках Русской районной больницы и на Восточном микрорайоне Тучковской районной больницы. Проблемной зоной на сегодняшний день остается, которая также нас не может не беспокоить, остается то, что из 43 зданий нашей системы здравоохранения 14 объектов нуждаются в капитальном ремонте. Среди них поликлиника ВМР Тучковской районной больницы, стоматологическое отделение Русской районной больницы, фасад детского отделения района Русской больницы, а также вспомогательные подразделения. Стоимость ремонтных работ по всем объектам более 78 миллионов рублей. При нашей активной работе совместно с главными врачами Владимиром Николаевичем Багином и Владимиром Михайловичем Кашниковым на 2016 год Министерством здравоохранения запланировано проведение капремонта в первую очередь на сумму 33 миллиона рублей, которые по предварительным данным будут выполнены в Тучковской районной больнице, в пищеблоке сестеринского ухода и поликлиники ВМР, также в Тучковской районной больнице. Дополнительно сейчас прорабатывается вопрос, где мы подали свои предложения, о дополнительном выделении еще около 35 миллионов рублей, которые мы планируем направить на ремонт фасадов детского отделения Русской районной больницы, поликлиники РУЗы, ремонт здания стоматологии, приемный покой и амбулаторию Нестерова и Нового округа. Уважаемые коллеги, решением проблемы дефицита медицинских кадров в районе для нас также остается приоритетной задачей. В 2014 году дефицит врачей в лечебных заведениях в первичном звене составлял 20 человек, или 41%. В 2015 году 16 работников, или 38%. И наша задача в 2016 году сократить дефицит медицинских кадров в первичном звене еще на 10%. Убежден вы со мной, согласитесь и знаете, что эту проблему можно решить только за счет предоставления служебного жилья. Если в 2014 году нами был выдан один сертификат на сумму 900 тысяч рублей для обеспечения жильем врачей и учителей по ипотечной программе из бюджета, то в 2015 году мы впервые за многие годы стали выделять квартиры за счет инвесторов-застройщиков. Так, квартира за счет инвесторов была предоставлена однокомнатная врачу-киниологу Татьяне Владимирович Павлова, деревня Сытьково. Также мы выделили трехкомнатную квартиру в 2015 году врачу-кардиологу Михаилу Александровичу Медведеву, деревню Мишенко, а также два места в общежитии в Тучково, врачу в Валатуре и Канитаре. Эта работа нами будет продолжена и в 2016 году. Две квартиры получат приглашенный врач-кардиолог в деревню Сытьково и врач скорой помощи Камиль Куфакулыч Мингборев. Поручаю здесь своему заместителю Евгению Александровичу Медведеву вопрос снижения дефицита медицинских кадров держать на личном контроле. В прошлом году наш район вступил в программу области по строительству двух врачей офиса врачебной практики в деревне Горбово и деревне Орешки. И совместно с главами Колюбатинского поселения Сергеем Борисовичем Макаревичем и Старорусского поселения Григорий Тунчевым Толкачевым мы оформили земельные участки и начались строительные работы. В наступившем году планируем открыть, также в этом году будет открыт фельдшерский акушерский пункт в деревне Лыщикова, а в 2017 году в Богородске, в село Богородске. Кандидатуры врачей уже подобраны. И могу заметить, что два офиса врачебной практики предусматривают проживание врачей по месту работы. Как многие, наверное, заметили, мы особое внимание стали уделять, пристальное внимание, созданию доступной среды. Если в 2014 году на обеспечение доступной среды было потрачено около 7 миллионов рублей, а доля социально значимых объектов, доступных для маломобилей групп населения, составляла около 10%, то в 2015 году доля доступных объектов составила уже 46%. И в этом году мы планируем довести значение данного показателя до 50%. Нами уже составлен перечень приоритетных объектов, их около 50%. Сформирована дорожная карта. Эта работа нам ведется совместно с нашим управлением в социальной защите, а также при активной помощи и поддержке уполномоченных по правам ребенка в Московской области Оксаны Пушкиной. Уважаемые жители, хочу также доложить, если переходить к сфере образования, это для нас является приоритетной работой, что в прошлом году дошкольное образование стало доступным для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, и это значит, что мы выполнили указ президента и полностью ликвидировали в 2015 году очередь детских садов для детей от 3 до 7 лет. В прошлом году сократилось число школьников, обучающихся во вторую смену, с 279 до 249 школьников. Однако уже в этом году будет рост детей, обучающихся во вторую смену, до 374 человек. Рост второй смены обусловлен тем, что результатом экспертизы пристройка ко второй школе в Тучково является аварийной, и 125 наших детей вынуждены проходить обучение во вторую смену. Решением проблемы для нас является строительство школы в Тучково за счет вхождения в федеральную программу «Жилище». Чем мы сейчас плотно занимаемся? Нами в 2015 году подобран инвестор на строительство микрорайонов в Тучково через развитие застроенных территорий, которые предполагают расселение ветхого фонда. И инвестор готов софинансировать строительство новой школы. Поэтому я поручаю своему заместителю Артему Владимировичу Рыбакову и главе администрации Тучково Эфене Суповичу Хайдакову данный вопрос поставить в приоритет. В 2015 году при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и депутата Московской областной думы Владимира Владимировича Дупака решена проблема капремонта школы номер один в Тучково. Школа была построена в 1959 году и с тех пор не ремонтировалась и ни разу капремонт там не проводился. За оперативность и контроль за качественную работу я хотел бы выразить благодарность своему заместителю Артему Владимировичу Рыбакову, советнику Владимиру Константиновичу Дроздову, главе администрации Тучково Эфене Суповичу Хайдакову, а также директору школы Галине Ивановне Монзикова. В 2015 году мы провели ремонтные работы еще в 15 образовательных учреждениях на сумму 22 миллиона рублей. Эта работа нами будет продолжена. В 2015 году у нас вырос уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольного и общего образования. Заработная плата педагога составляет около среднего 40 тысяч рублей, педагога общего образования около 50 тысяч рублей. Средний уровень по Московской области сегодня в системе образования 40 с лишним тысяч рублей. Но уверен, мы не должны останавливаться здесь на достигнутом. Среди достижений 2015 года по образованию необходимо отметить увеличение количества медалистов среди выпускников наших школ. Если в 2014 году их было 21, то в 2015 уже 38. А наш Нестерский лицей пошел в топ-100 лучших школ в Подмосковье. Он занял 86 место. В связи с этим я выражаю искреннюю благодарность лично директору лицея Галины Дмитриевне Ивлевой и педагогическому коллективу лицеи. И желаю дальнейших профессиональных учреждений. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы на шагу! Детский сад 10 Стучкова в прошлом году стал победителем областного конкурса общеобразовательных организаций в Подмосковье на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области и получил грант в размере около полумиллиона рублей, на что было приобретено игровое и компьютерное оборудование. За профессионализм и достойную работу также объявляю благодарность заведующей данного детского сада Ольге Ростиславне Белее. АПЛОДИСМЕНТЫ Я также хочу поблагодарить и наших учителей, участников победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса и участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья». В номинации «Учитель года» учителя английского языка Дороховской школы Надю Закивину Мухаеву и в номинации «Воспитатель года 2015» музыкального руководителя Елену Юрьевну Федорову «Детский сад номер 40». Уважаемые жители, благодаря поддержке нашего депутата Московского областного дома Владимира Владимировича Дупака и активистов местного отделения партии «Единая Россия» в 2015 году губернатором Андрею Юрьевичем Воробьевым принято решение включить Тучковскую детскую музыкальную школу, а там обучаются около 130 наших детей по доп. образованию, в областную программу капитального ремонта, который будет проведен уже в этом году. И сейчас мы готовим конкурсный документ. Если говорить о нашем спорте и наш район традиционно спортивный, то в прошлом году нами создан центр тестирования ГТО и более 5000 ружа приняли участие в его апробации. В прошлом году были официально вручены первые серебряные знаки отличия «Готов к трудовой обороне» жителям нашего района. Это Виктория Шангина, 15 лет, Волковская школа, и Ангелина Анисимова, 12 лет, Тучковская школа, 1. Я хочу также сказать, что в рейтинге по количеству завоеванных медалей среди всех муниципальных образований Московской области в Русский район в 2015 году занял четвертое место. Год назад было восьмое. Поэтому поздравляю всех наших спортсменов, призываю всех, кто занимаетесь в жизни, в жизни, в жизни. Это зовут второй. Дорогие друзья, по работе жилищно-коммунального комплекса жители судят о работе всех органов власти. И прежде всего местных. Поэтому, несмотря на то, что полномочия в данной сфере сконцентрированы сегодня на районном уровне, я прошу главпоселения лично контролировать работу управляющих компаний, а также подрядных организаций, поскольку это наша прямая зона ответственности. Подводя итоги 2015 года, можно с уверенностью сказать, что благодаря нашим совместным слаженным действиям в районе не было допущено серьезных сбоев по обеспечению жителей коммунальными ресурсами. Вы знаете, я это не могу не сказать, острой проблемой сегодня остается проблема погашения задолженности за энергоресурсы. В целях обеспечения прозрачности платежей в прошлом году в Московской области внедряется МОСОБЛ ИРЦ. И в русском районе филиал МОСОБЛ ИРЦ начал работу в Тучково. Там, конечно, есть сложности с переходным периодом, но уверен, мы эту работу там отладим. В этом году планируется 100% переход на МОСОБЛ ИРЦ в полностью русском районе. Хочу сказать, что задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги за год выросла. Если на конец 2014 года она составляла 288 миллионов рублей, то на конец 2015 года это уже 326 миллионов рублей. В конечном итоге это отражается на экономике нашей теплоснабжающей организации «Русские тепловые сети», которая не может проводить модернизацию своих объектов и тем самым снижать затраты на производство тепла и воды, что, естественно, влияет на рост тарифа. Поэтому снижение примени наших жителей по оплате коммунальных услуг способствует социальный проект «Карта Ружанина», который нами запущен с октября 2015 года совместно с банком «Финсервисбанк», занимающим 9 место в топ-100 банков России. «Карта Ружанина» позволяет оплачивать услуги ЖКХ не только без процентов, но и с возвратом одной суммы от совершенного платежа. И подобный проект действует только в нашем районе. В целях предотвращения банкротства нашего предприятия «Русской тепловой компании», обеспечения модернизации котельных путем перевода их на газ, в данный момент в 2015 году было подписано соглашение со стратегическим инвестором, рекомендованным правительством Московской области. Это компания «Инкомсистема», которая входит в международный холдинг «Найт Бридж», руководитель Гаги Кривонович Захаря. Оборот холдинга сегодня 4,2 миллиарда евро, и основные направления бизнеса – это инфраструктурные проекты и продовольствие. Я считаю это серьезным нашим успехом, потому что тариф на тепловую энергию в «Русском районе» один из самых высоких в области. А работа по предотвращению его роста путем привлечения частных инвестиций в нашем районе велась с 2006 года. И за это время уже ни одно предприятие, ресурсоснежащие, было объявлено банкротом. Могу сказать, что в рамках данного соглашения уже в 2016 году планируется перевод от 5 до 9 крупных котельных на газ, который вы видите на слайде. В совокупности это 6 тысяч наших жителей. Я назову это котельная в деревне Нововолково, деревня Орешки, ОМЗ в поселке Дорохово, РТП Руза, котельная в поселке Брикет, котельная ДТК в деревне Старая Руза, деревня Ольховка, деревня Мишенко, котельная Афтодор, Руза. В 2015 году в поселке Биряная Гора, где проживает 800 наших жителей, нами досрочно на год была запущена блок-модульная газовая котельная взамен старой Мазухи, которая не получила паспорт готовности. Также в прошлом году нами были запущены новая газовая котельная в жилом комплексе Дружный и маломощная билетная котельная в поселке Гребцово, которая заменила старую нерентабельную дизельную. За оперативную и качественную работу в этом направлении выражаю благодарность своему заместителю Артему Владимировичу Рыбакову, коллективу «Русская» и коллективу «Русская тепловая компания», а также Афению Суповичу Кальдакову, главе администрации Тучкова. Дорогие друзья, на территории водоема у нас прошла 62 873 жителя, и из них обеспечены центральным вознаграждением 56 951 человек. Поэтому проблема обеспечения наших жителей качественной водой для нас является сегодня приоритетом. В ходе проведенных мероприятий в 2015 году в рамках программы «Чистая вода» показатель проверенный Роспотребнадзором обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой в 2015 году вырос с 39% до 71%. И мы вышли здесь из красной зоны, хотя проблемы еще остаются. В этом году мы ставим себе задачу увеличить данный показатель до 80%. В 2015 году нами отремонтирована артезианская скважина в Рузе, на улице Дмитровская, построена станция безжелезная деревня Воробьева. Это 20 многоквартирных домов и 578 жителей. Сегодня у нас в районе расположено 6 станций безжелезного, а потребность наша 23 станции. Поэтому мы в 2016 году планируем построить еще 5 станций безжелезного, 4 из которых за счет средств поселения, а именно в деревне Сытьково, поселке Калюбакино, деревне Глухово, поселке Касмодемьянском, село Бокровское. А это более 6500 наших жителей. Я хотел бы здесь поблагодарить глав поселений сельских Сергея Борисовича Макаревича, Владимира Валентиновича Пинте, Григория Анатольевича Толкачева, Сергея Владимировича Субачева за совместную работу в данном вопросе. Уважаемые жители, тоже важно сказать, я хочу вас проинформировать, что в 2015 году мы приняли решение и в течение 9 месяцев проводили серьезную подготовительную работу для вхождения совместно с нашим инвестором и компсистемой в федеральную программу модернизации частных сооружений города Рузы с объемом финансирования около 500 миллионов рублей. Могу сказать, что сегодня нами подготовлены практически полностью пакет документов и мы ждем одобрения этого проекта со стороны нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьев. И, кстати, мы можем стать единственным районом Московской области, кто сможет войти в эту федеральную программу в этом году. Мы ставим поэтому в этом году себе стратегическую задачу довести эту работу до логического завершения. Поэтому в случае успеха уже в этом году мы сделаем проект новых очистных и начнем строительные работы с их завершения в 2017 году. В прошлом году для нас оставалась и будет оставаться приоритетная работа по газификации районов. На сегодняшний день из 227 населенных пунктов газифицировано 53, ну и, естественно, самые крупные, что составляет 60% по количеству жителей. В 2015 году по муниципальной программе выполнены проектные работы по пяти объектам. Вы их видите на слайде. Это в совокупности более полутора тысяч наших жителей. В прошлом году были построены распределительные газопроводы для газификации жилых домов в деревне Лызлова, в сельском поселении Калюбакинское, в деревне Колодкино, в Дороховское поселение, в деревне Сумароково, в Ивановское поселение. Считаю, что в 2016 году выполнение и реализация программы газификации нами должна вестись более активно и профессионально. Поэтому поручаю своему заместителю Артему Владимировичу Рыбакову взять данный вопрос на личный контроль. До сих пор, кстати, не решен вопрос по газификации улицы Молодежина в Тучково, хотя газопровод там заведен в дома, люди годами пишут и вопрос не двигается. И это прямая зона ответственности главы администрации Тучково Ефени Супыча Хайдакова. Проблема должна быть решена нами в этом году. В 2015 году из краткосрочного плана как ремонта на 2014-2015 годы, в которые включены 75 квартирных домов района, были отремонтированы 54. В том числе по кровле 49 домов, по фасадам 5 и 12 лифтов заменено 6 домов. Конечно, проблемы с качеством и сроками ремонтных работ еще и имеют место быть. И поэтому я прошу глав поселения лично контролировать подрядчик. Уважаемые жители, в 2015 году в русском районе завершилась региональная программа переселения граждан из аварийного фонда 13-го и 2015-го годов, которая благодаря слаженной работе строительного блока администрации района и городских поселений выполнена достойно на 100%. В рамках программы нами расстелено более 9 тысяч метров аварийного фонда. Это 27 домов, 200 квартир и 580 жителей. За эту работу хотел бы поблагодарить в том числе главу города Руза Юрия Викторовича Занегина, главу администрации Тучкова Ефени Суповича Хайдакова, а также поблагодарить наших застройщиков за реализацию данной программы. Это компания Главукс Андрей Игнатьевич Банькович, Техно, Алимстрой Ирина Владимирова Поставничева, компания Проксима Владимир Викторович Байков и компания Металлер Валерий Викторович Дородько. В конце 2015 года мы приняли решение и вошли в программу расселения это новая программа расселения аварийных домов 2016-2020 года куда включили 60 многоквартирных домов районов самых ветхих по предложениям глав наших поселений где проживает 972 наших жителях. Это в два раза больше чем программа прошлого этапа около 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По поручению нашего губернатора Андрея Игруевича Воробьева в каждом муниципалитете должно ежегодно благоустроено быть 10% дворов с шестью обязательными элементами. У нас 155 дворов дворовых территорий и в 2015 году нами отремонтировано 19. В этом году эта работа будет продолжена. Мы планируем отремонтировать благоустроить еще 17 дворов. И прошу глав поселений держать вопрос этот на личном контроле. К сожалению, у нас пока еще достаточно большая очередь жителей нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это 502 семьи, которые стоят на учете, включая район, город Розы и Тучково. Но мы сегодня активно участвуем во всех возможных областных и федеральных программах. В 2015 году по программе социальная ипотека денежные сертификаты получили три учителя. Эта программа подразумевает выплат из бюджета 20% первоначального взноса плюс оплату в течение семи лет половину стоимости жилья. И эти сертификаты реализованы сегодня. Денежные сертификаты на приобретение жилья получили также 18 молодых семей района. Это компенсация 30% стоимости квартиры. По программе устойчивого развития села выдано три сертификата компенсации уже 70%. И 13 детей сирот в прошлом году получили новые квартиры с ремонтом. Также в домах новостройках обеспечены однокомленные квартиры с ремонтом. И здесь спасибо Андрею Гнатьевичу Баньковичу в центре города Руза вдова ветерана Великой Отечественной войны Елена Семеновна Микелбая. За счет инвестора мы также предоставили двухкомнатную квартиру семье Иванилов с ребенком инвалидом старорусском сельском поселении. И служебной двухкомнатной квартире в Рузе обеспечили сотрудника культуры Екатерину Николаевну Кузнецову. Как мы и обещали. АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже говорил, что в 2015 году мы впервые за многие годы начали обеспечивать жильем за счет инвесторов. Могу доложить, что в 2015 году нами подписано пять инвесконтрактов по строительству жилых домов. Это Руза, сельское поселение, Дороховское, Волховское, Ивановское. Общая площадь квартир 32 тысячи метров, из которых 1700 метров будет передана в муниципальную собственность. В 2015 году было отремонтировано 29 дорог общего пользования местного значения протяженностью 15 километров. И мы постепенно улучшаем показатель дороги, не отвечающей нормативным требованиям. И я могу сказать, что наш русский район входит в десятку районов Московской области по протяженности дорожной сети. Так вот, если в 2014 году ненормативным требованиям соответствовало 430 километров дорог лета примерно 50%, то в прошлом году мы сократили этот показатель на 6,5% и составило 413 километров. В этом году значение данного показателя снизится до 391 километра. Работы, конечно, в этом направлении очень много и поступает много обращений наших жителей. Но вот на все нужны средства. Эту работу мы будем продолжать совместно с Будуха правительства Московской области. Если говорить о безопасности наших жителей, то хочу доложить, что в 2015 году на всех выездных автодорогах из района нами установлено 16 постов видеонаблюдения, информация с которых в режиме реального времени передается в отдел внутренних дел. Это позволит снизить уровень преступности и повысить раскрываемость преступлений. Места установки камер определялись совместно с начальником нашего УВД Иваном Валерьевичем Геоминенко. И я благодарен Ивану Валерьевичу за его активный и профессиональный подход в этом и других вопросах обеспечения безопасности и общественного порядка в нашем районе. Обеспечение законности и правопорядка на территории района нами обеспечивается в том числе и во взаимодействии с русско-городской прокуратурой и русским городским судом, где работают высокопрофессиональные и принципиальные южники. Уважаемые жители, в 2015 году, особенно в конце года, резко увеличилось количество жалоб наших жителей по вопросу неудовлетворительного транспортного обслуживания, техническое состояние автобусов, несоблюдение графиков работы движений со стороны русского ПТП. Сейчас на балансе русского ПТП стоит 106 автобусов, из которых 48, это половина парка, выработали свой нормативный ресурс и срок эксплуатации и подлежат списанию. За три года в распоряжение русского ПТП поступило всего 17 новых автобусов и средний возраст автопарка 11 лет. Поэтому я поручаю своего заместителя Львову Александровичу Курману и руководителю ПТП Роману Владимировичу Плыгину представить мне до конца февраля свое видение решения данной проблемы. И я прошу также глав наших поселений совместно с активом обсудить и предоставить мне предложение в этот же срок по улучшению транспортного обслуживания наших жителей на территории каждого поселения. И прошу также подключиться к этой работе в нашу общественную полу. Хочу сказать, что в интересах жителей нам надо знать более жесткую наступательную позицию в этом вопросе. Качественное и своевременное оказание государственных и муниципальных услуг нашим жителям это наш приоритет. Как мы и обещали в конце декабря 2015 года в городском поселении Тучково открыть второй многофункциональный центр на 5 блоков. За профессиональное решение данного вопроса благодарю своего заместителя Елизавета Алексеевна Назарева и Ефени Суповича Хайдакова главой администрации Тучкова. Сегодня ФЦ принимает заявление по 179 услугам и с начала года в ФЦ обратилось около 25 тысяч жителей. Сегодня время ожидания в ФЦ составляет 19 минут. Нас это не устраивает и стратегической задачей в этом году является довести этот показатель до 12 минут. Поэтому с этой целью в офисе МФЦ Груза мы планируем уже в этом году в первом полугодии открыть дополнительно шестое окно. Хочу также доложить, что для удобства наших жителей в августе 2015 года при поддержке глав всех сельских поселений мы открыли 6 офисов МФЦ в сельских поселениях. Так называемые удаленные рабочие места. Поэтому жителям не нужно ехать в РУЗу, а можно сдать документы непосредственно по месту жительства. В октябре 2015 года заработал портал Доброделы. Это проект правительства Московской области, куда каждый житель может сообщить о волнующей его проблеме. За время работы портала от жителей Русского района поступило более 300 обращений. Вот эти обращения я лично держу на контроле. Еще одним новшеством стала прошлого года система 112. Она была создана при районной единой дежурной диспетчерской службе, которая, кстати, по итогам смотра конкурса на лучшую ЕДДС Московской области в 2015 году заняла шестое место, за что я благодарю Татьяну Вячеславовну, Газукину и сотрудников нашей ЕДДС. Система 112 оказывает помощь при любой грозе жизни, здоровье наших жителей или общественном порядке. Поэтому за полгода 2015 года диспетчерами 112 принято и обработано около 34,5 тысяч обращений и из них переданы в экстренные оперативные службы 4700. Уважаемые жители, мы два года вели полотворную работу по раскрытию и развитию туристического потенциала нашего района и в прошлом году завершили разработку альбома «Новый облик Рузы». Разработан нами проект и бренд Руза-Заповедная победил в международном конкурсе «Туристский бренд лучшей практики 2015 года в номинации «Туристский бренд муниципального образования». В текущем году перед нами стоит задача запуска туристского информационного центра, который разработает интересные маршруты для привлечения туристов в район и будет продвигать масштабные событийные мероприятия. Хочу проинформировать, что наш фестиваль «Молочная река», проведенный совместно с агрохолдингом «Русское молоко», за что спасибо Василию Владимировичу Бойко Великому, в прошлом году удостоен диплома регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2015 Центрального федерального округа как лучшее событие в области гастрономического туризма. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, в прошлом году вся страна и весь мир праздновали 70-летие Великой Победы. Впервые в Грузии прошла акция «Бессмертный полк» и в ходе торжественного митинга на площади «Партизан» мы открыли мемориальную доску. Я желаю всем ветеранам здоровья и долгих лет жизни. В этом году исполняется серьезная дата это 75 лет с начала контрнаступления под Москву. Важная дата для всей нашей страны поэтому именно здесь нам и для нас в числе поскольку именно на подмосковной земле началась наша Великая Победа. Даю поручение своему заместителю Евгению Александровне Медведевой начать подготовку к данному мероприятию уже сейчас. В 2015 году нами заложена дружба и сотрудничество с Даниловым с Тавропегиалем мужским монастырем города Москвы который является резиденцией патриарха московского и вся Руси Кирилла. В этом же году на базе храма Всемилостного Спаса в деревне Ново-Волково при нашей скромной помощи начато строительство скита в честь иконы Божьей Матери Всех Царицевых. Икона написана монахами Батопедского монастыря в греческом Афоне и писалась она более трех лет. Она была доставлена со священной горы Афон в Россию в прошлом году. Икона имеет самое мощное исцеляющее начало и в этом году станет главной и постоянной святыней района. А сам скит станет подворьем святейшего патриарха. Мы на базе скита планируем создать Центр духовного развития молодежи с воскресной школы. И в связи с этим я хотел бы выразить особую благодарность отцу наместнику Данилова монастыря Мадриду Алексею и иеромонаху Данилова монастыря отцу Михея за благотворное сотрудничество в таком важном вопросе. Уважаемые коллеги, в 2015 году мы достойно провели выборы до выборов в Советы депутатов сельских поселений Калюбакинска и Дороховска, а также выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Тучкова. В Совет депутатов и в администрацию Тучкова сегодня пришла новая работоспособная команда. В 2016 году перед нами стоит серьезная задача выборы организации проведения выборов депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. От того, кто станет федеральным и областными депутатами от Русского района зависит наша возможность вступать в государственные программы и решать проблемы в нашей территории. Поэтому именно от нашего выбора зависит будущее развития района. Уважаемые жители, как сказал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, 2016 год станет годом стратегических перемен и новых возможностей. А все это возможно при условии развития экономики. Дальнейшее развитие экономики, модернизация ЖКХ, расселение аварийного фонда, сокращение дефицита медицинских кадров, улучшение состояния объектов здравоохранения и образования, а также сохранение лидерских позиций в областном рейтинге муниципальных образований станут в 2016 году нашими приоритетными задачами. Завершая отчет, разрешите поблагодарить нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, правительство Московской области, Московскую областную дому за поддержку в работе на благо жителей. Хочу поблагодарить команду администрации района, глав наших поселений, депутатский корпус, руководителей федеральных и областных структур, бизнес-сообщество, нашу общественность, общественную палату, бюджетную сферу, ветеранов и нашу молодежь за совместную с нашим работе. Вместе мы сила, наш приоритет это качество жизни жителей. Сделать комфортной жизнь каждого человека в этом суть нашей работы. Спасибо.